В Газахском районе состоялась церемония прощания с Туралом Мамедовым, героически погибшим во время 44-дневной Отечественной войны. 30-летний военнослужащий с первых дней войны проявил мужество и храбрость. Житель села Газахаджилы Газахского района Турал Мамедов погиб в боях в направлении Муровдага. Его останки были доставлены сегодня в родное село в Газахском районе и преданы земле на сельском кладбище с участием близких жителей села. Турал Мамедов был женат, у него остались трехлетние близнецы, сын и дочь. Вечная память героям Азербайджана, вечная им слава. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению, в результате начавшейся 27 сентября 2020 года, агрессии вооруженных сил Армении в отношении территории Азербайджанской республики. Согласно распоряжению, в связи с разрушенными или аварийными жилыми домами, повреждением предметов домашнего обихода, каждой семье будет выплачена материальная помощь в размере 6000 монатов. Каждому члену семьи в связи с повреждением личных вещей – 1500 монатов. В связи с другими поврежденными жилыми домами, каждой семье будет выплачена материальная помощь в размере 1000 монатов. Группа азербайджанских пленных и заложников, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильга Маскеров, находящиеся в Армении, были доставлены в Баку. Об этом передает канал 13 со ссылкой на информацию Государственной комиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники. Согласно трехсторонней декларации, подписанной президентом России, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, обязательства азербайджанской стороны по обеспечению прав армянских военнослужащих, захваченных в ходе войны, последовательно реализуются, отмечается в заявлении Госкомиссии. В результате переговоров с участием международных организаций и командования российскими миротворческими силами, была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «всех на всех», а возвращение пленных и заложников началось 14 декабря этого года. В полдень азербайджанские пленные и заложники, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильга Маскеров, которые с июля 2014 года находятся в заложниках у армянской стороны, были доставлены в Баку самолетом. После проведения соответствующих карантинных мероприятий, освобожденные воссоединятся со своими семьями. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех военнослужащих за завершение преступлений в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что военнослужащие Рошад Алиев и Гардашхан Абышев подозреваются в совершении акта вглубления над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангиланского района. У следствия имеется достаточно оснований подозревать военнослужащих Ажзу Гусейнова и Умуда Агаева в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в селе Мадатте Хаджавенского района, а также в съемках содеянных ими актов вандализма и распространения видео в соцсетях. Все четверо военнослужащих арестованы, подчеркивает ведомство. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что прочитанное президентом Турции Раджеп Таиб Эрдоганом в Баку стихотворение нельзя назвать преднамеренными нападками в отношении территориальной целостности Исламской Республики. Об этом, как передает канал 13, Рухани заявил на пресс-конференции в Тегеране для местных и иностранных журналистов. Считаю необоснованной вероятность преднамеренных нападок Эрдогана в отношении территориальной целостности Ирана или оскорблений иранского народа, подчеркнул Рухани. Президент Исламской Республики Ирана отметил, что Турция и Иран сотрудничают в ряде политических, экономических и региональных вопросов, а также в рамках астанинского процесса. Если прочитать это стихотворение в Иране, оно будет нести одно значение. Если прочитать в другой стране, значение совсем другое. Как отметила турецкая сторона, стихотворение президента Турции не было направлено против Ирана. В тот же день Эрдоган подчеркнул необходимость многостороннего сотрудничества между Турцией, Ираном, Россией, Азербайджаном и даже Арменией. На этом основании следует оценивать выступление Эрдогана в полном контексте, сказал Рухани.